Большой привет, меня зовут Марина, и сегодня будет распаковка посылки и в Роше. Не запланированный заказ, не планировала, не собиралась, наверное, с полгода я точно заказы не делала в Роше, как бы все есть, ничего не надо. А тут что-то мне приходит очередная промокод очередной на полторы тысячи, приходит в смс-сообщениях на телефон. Обычно, почему-то мне эти промокоды, когда приходят, с небольшой ссылочкой, я по ней перехожу, у меня никуда она не проходит, стопорится, ну и бестолковый, какой-то бестолковый промокод получается. Ну, в этот раз я что-то решила, не поленилась зайти на сам сайт и вбить этот промокод. Сделала заказ аж на три тысячи рублей, на всякий случай, даже больше. Бьет этот промокод, написано, что он не активируется. Ну и бог с ней. Потом думаю, бланки. Посмотреть, что же сейчас с бланками. Давно не смотрела ни заказа, ни бланки, не отслеживала. Решила посмотреть, зайти уже на ютубе у девчонок, что там за банки сейчас работают. Я прописываю внизу этот банк, по которому сделала заказ. Ну и в итоге сделала заказ и, конечно, мне притянула вода. Вот. Притянула меня туалетная водичка, новинка, которую вы все знаете. Вот этот блум Монруш. И мне вдруг ее почему-то захотелось. И я решила посмотреть отзывы. Думаю, стоит ли этот заказ этой воды. Не стоит тратить деньги. Короче говоря, я услышала положительные отзывы. И полностью отрицательные, что вообще проходной просто никакущий аромат. Чего-то не пустышка. И восхищения тоже были. Ну, блин, он меня так зацепил. Решила я его подарок заказать, естественно. Так, сам заказ, надеюсь, пришел нормальный. Без всяких проблем, я так надеюсь. Наложенным платежом. Так, что у нас здесь? Так, водичка. Ой, по-моему, каталог есть. Это хорошо, потому что каталоги я давно не смотрела, не получала. Ни на электронную почту, ни в бумажном виде. Даже немножечко соскучилась. Так, что же я заказала? Это, конечно, все сплошные нужности. Ничего лишнего. Так, во-первых, я заказала шампунь. Два в одном. Надеюсь, он не целенький пришел. Вот так. Что это за шампунь? Я, кстати, ни разу не пользовалась. Сейчас пользуюсь шампунем для укрепления волос. Неплохой, мылится все хорошо. Но как-то что-то волосы мне слишком путает. Вот, как-то мне это не нравится. Вот, то есть не супер, как бы, эффект. А это у нас восстановление для поврежденных волос. Ни разу не брала. Не знаю, что за отзывы. Так, значит, здесь у нас фруктаны агавы. Увеличивают в два раза микроциркуляцию кожи головы для питания волос иных луковиц. И также есть масло жажоба. Восстанавливают и укрепляют структуру волос. Сокращают ломкости волос. Наверное, это мне надо на 92%. 300 мл. Сроки какие-то подстертые, что ли. На втором написано до 2024 года. Ну, скрывать, естественно, я не буду. Я не про запас пойдут. В общем, не знаю. Надеюсь, хорошие. Надеюсь, не будут путать волосы, как мой шампунь. Вот этот я сейчас им пользуюсь. И у меня их тоже два штучки. Также 300 мл. Только здесь, видите, старенькое такое оформление. Это уже более обновленное. Даже не знаю. Что-то мне вот это вроде больше нравится, чем новое. А это у нас уход питания для сухих волос. А, вот. Это уход питания для сухих волос. А почему-то такое ощущение, что как будто волосы, концы волос меня как бы подпутывает. Не скажу, чтобы подсушивало, но подзапутывает. Прям, знаете, так отлично. Надо прям раздирать их потом. Ну, по крайней мере, это на моих волосах. На других, не знаю. Пишите ваши отзывы, как у вас работает на волосах вот этот шампунь и вот этот. Очень интересно узнать. Как бы ваши отзывы. Думаю, для всех интересующихся людей тоже пройдут, посмотрят, ваши отзывы прочитают. А вот в этом шампуне обещают сделать волосы мягкие, шелковистые, от корней до самых кончиков. Вот они мягкие и далеко не шелковистые у меня, может быть, где-то у корней, но кончики совершенно не шелковистые. Вот такой у меня пока непонятный отзыв. Ну, мылится хорошо, аромат приятный. В этом плане никаких вопросов нет. Так, поехали дальше. Такое все прям нужное-принужное. Мне, я сейчас пользуюсь что-то с миндалем. У меня стоит около кровати на ночь я пользуюсь, да не только на ночь, днем он хорошо зайдет. Вот такой крем. Правильно называется молочко для тела. Я сейчас пользуюсь с миндалем, еще что-то, пятигрейном что ли. Мне нравится это молочко. Я пользуюсь на руки, на ноги, больше никуда. На тело я не пользуюсь кремами, как бы, что-то мне терпения не хватает. Поэтому про запас заказала. Вот. Вот такой вариант. Здесь хороший объем, 390 мл. Оформление, само собой, мне нравится. Очень такое приятное. Так, и что нам тут говорят? Насладитесь тонизирующим и ярким ароматом лимона и базилика. Так. Выброши выбрали масло коррите био и эфирные масла лимона и базилика, содержащиеся в парфюмерной композиции. То есть, ароматы очень приятные. Мне нравится. И вот тот миндальный. У него миндаля, правда, аромата нет, который я хотела услышать. Больше зеленый, травяной. Но приятно. Мне нравится. Очень приятные ароматы. Не какие-то там противные, не химозные. Прям особо так, по сравнению с другими косметическими средствами. Легкая кремовая текстура увлажняет кожу. И окутывает ее в яркий, ярким искрящимся ароматом. Господи, прочитала еле-еле, разглядела. Тут пока разглядишь, это все, это вообще. Пока вскрывать не буду флакончик. Но консистенция действительно такая хорошая. И мне нравится, увлажняет руки замечательно. Ноги тоже. Мне вполне достаточно такого молочка. Для тела он лип... Тоже, кто хочет, допустим, воспользоваться для тела, липкости никакой не создаст. Но будет приятный аромат на коже с вами. Вы заснете, и все будет прекрасно. Поэтому решила все-таки взять себе прозапас 2. Так, и взяла. Я тоже ни разу не брала. Это вот такой ванильный. Ну, кто от ванильного устоит. Это вот прям надо в зиму оставить. Также 390 мл. Красивая ванила бурбон. Бурбонская ваниль. Думаю, этот аромат будет понасыщеннее. Не буду сейчас опять же открывать. Сладенький. Думаю, в осень, зим будет в самый раз. Молочко для тела. Бурбонская ваниль. Здесь опять же у нас есть масло корреты био, экстракт бурбонской ванили для создания молочка для тела. Также увлажняет. И все то же самое. Формула содержит более 96% ингредиентов натурального происхождения. Лакон подлежит вторичной переработке. Ну, это хорошо, если так. По сути, любой пластик практически вторичной переработке подлежит. Красивое оформление. И прям хочется понюхать. Ну, нельзя, нельзя. На потом, на чтоб не пропало. Так, ну и что осталось у меня, в принципе, подарок. Самое важное. То, что я прям очень хотела послушать. Кстати, такие прекрасно на подарки я покупала, дарила. Прекрасный подарок уложить. Кому надо. Вот собираются косметические наборы. Прям молочко для тела. Шампунь прям замечательный на Кевраше. Так, что я рада. Что пришли мне не какие-то там купоны, как я видела у девочек. А пришли мне... О, на такой желтенькой бумаге. Посмотрите, приходит не белая. Распечатка ценной. Сейчас посмотрим. И каталог. Я рада, что положили мне каталог. И очередной конвертик Кевраше для моих семян, наверное. Скорее всего. Так, ладно. Так, сам подарочек. Коробку убираю. 50 мл шел подарок по этому бланку. Не 30, что хорошо. У меня есть Монруш 30 мл. Я покупала когда-то на года два назад. Когда он только-только вышел. 37 мл. У меня там был набор целый Монруш. Мне нравится. Хороший аромат. Не знаю, почему-то мне всем он нравится. Вполне хороший. Я не скажу, что он стойкий. Мне кажется, он какой-то средней стойкости. Но про него лучше отдельный обзор сделать. Вот. Парфюмерный. А это сейчас посушим. Ну, сначала давайте пройдемся по ценам. Сказывается, что не хватает отбеливающих средств для бумаги. Поэтому, по-моему, Питер выпускает бумагу такую сейчас серую. Без отбеливателя. Знаете, а мне даже больше нравится, чем белая. Вот она такая коричневатая. Знаете, такая логичная, кажется, наполовину. Зачем эти хлоры всякие? Зачем это нужно? Вполне хорошая бумага для всяких чеков. Более дешевая. Более экологичная, мне кажется. Такая немножечко полукрафт такой. Очень приятного такого какого-то бежевого со сталиного оттенка. Так. Ну и цены. Шампунь 300 мл шел, значит, два по одной цене или как-то называется. Короче, один плюс один там был товар. Вышли эти два шампуня 530 рублей. Мы вот видим, вот так вот сделаем. Молочко для тела 429. Конечно, цены повысились в последних моих заказах. Прямо это очевидно. И даже неохота переплачивать. Ну, куда деваться. Это было 40% скидки. Это была, по-моему, ваниль. И мачку для тела лимон. 50% скидки. Ну, цена была та же самая. 429 рублей. Не отвертитесь. Ну, как видим, цена всего заказа у меня вышла 1617 рублей. Это уже с доставкой. Плюс, по-моему, 50 рублей на почте. Или там какая-то такая сумма. Чек у меня в кошельке лежит. Примерно 50 рублей на почте доплачиваете за денежный перевод. Там комиссию не берут. Сразу, если вас такой бланк заинтересовал, заинтересовали эти товары, смотрите, входите, вбивайте в бланк, который вам номер оставляю. И вбивайте вот эти коды напротив товаров, которые находятся. Вот они. И вы можете аналогичный заказ сделать. Точно такой же. Вбейте сразу водичку. И вам один в один пойдет заказ. Я почти что так и сделала. Только у одного. Так как у меня ни бланков не было, ни каталога. Где взять эти коды. Что-то попыталась посмотреть, найти. Ничего, эти коды не видно в видео, где девчонки каталог показывали. В общем, ничего я не поняла. Мне проще было взять. Я одно видео посмотрела. Шапунь у кого-то подсмотрела. Кот. Потом где-то выбрала. У кого-то подсмотрела молочко. И потом я автоматически сама уже вбила, по-моему, бурбонскую вани. Либо вот какой-то из них. Код. Просто с сайта взяла. С обычного стандартного в Роше сайта взяла код. Вбила. Смотрю, он у меня пробился. Ну, не каталожный код как бы. Ну, и хорошо. И у меня состоялся заказ. Так что, кто делает первый раз по бланку заказ, можете легко это сделать сами. Тем более, это выгодно. Так, и теперь давайте посмотрим водичку. Так, ну, в какой-нибудь коробочке такая стандартная. Это у нас парфюмерная вода. Называется Mon Rouge Bloom in Love. 89% ингредиентов натурального происхождения. 100% спирт растительного происхождения. А, называется Изучай любовь. Вот тут написано. Яркая цветочная симфония нот восхитительных жасмина, сияющего нейроли и окружений искрящегося бергамота. Каролин Дюмор парфюмер. Вот тут мы можем эту информацию найти. Посмотрите. Пока вскрываю коробку, про этот аромат я еще смотрела у парфюмерных блогеров, когда только-только этот аромат вышел. И прям были очень негативные отзывы, проходный вариант. Не стоит внимания. Без пробника не вздумайте покупать. Я на нее просто забыла напрочь. Тем более, мне не нужно было делать заказы. Ну, пока мне этот промокод не пришел. И все, зацепился, пошло-поехало. И тогда мне этот аромат заинтересовал. Так, коробка. Вполне нормальная, не сильно хлипкая. За 4 тысячи можно было поплотнее сделать. Ну, три все, вкладочка все хорошо. Или что-то такой ароматик. Простой флакон, конечно, действительно. Вот кто-то пишет, что очень красивый. Кто-то пишет простой. Ну, действительно, он очень простенький-то, надо сказать. Да, и в Роше. У меня все-таки есть какая-нибудь небольшая коллекция ароматов. Уже в Роше насобиралась постепенно. Крышка сидит отлично. Это хорошо. Выглядит это вот так. Ну, мне, с одной стороны, нравится, что здесь сделан такой 3D объем. Создан так визуальный. Сзади буковки прописаны, спереди. Нет, хороший ход. И что здесь хотя бы непрозрачная трубочка тоже хорошо. Хоть какая-то изюминка. В общем, ну, такой обычный стандартный флакон. Ну, и пластиковая крышечка, как мы видим. Не могу сказать, что она прям сильная, прям самая дешевая, как кто-то говорит, прям недешевейшая. Знаете, на дешевых флаконах дешевой крышки. Это вообще оттас. А это такая более даже увесистая. Ой, воздух распылила. Поливизатор работает хорошо. Это прям весна-лето, однозначно. Цитрусовые ноты, цветочные ноты. Здесь далеко ходить не надо. Все очень понятно. Ну, достаточно приятно. Аромат как раз в тему сейчас. Конечно, аромат сам все бело-цветочный. С пряностью именно травными. Пряность именно травная. Огородная. Очень приятные такие свежие зеленые ноты. Не перенасыщенная зелень. Ничего такого лишнего здесь нет. Аромат не сложен, но он приятен. Я с удовольствием бы таким пользовалась. Я, если честно, в последнее время так устала от этих ароматов ванильных. Ну, как, я от них не устала. Но, видимо, это после зимы. Мне хочется что-то такого воздушного, цветочного, жасмина. Ну, а я люблю жасмина в ароматах. Кто не любит, наверное, скорее всего, ему и поэтому не зашел. Я к жасмину хорошо отношусь. У меня очень много жасминовых ароматов. Fairy Flame. И еще какие-то ароматы. Кроме бюджетных, по-моему, каких-то сильно уж. Да, для меня прям сильно сейчас в данный момент с кожи выпирает жасмин. Ну, ароматы очень много прям, которые похожи, схожи с жасминовым ароматом у меня есть. И жасмин пошел с какой-то сладостью. Ниндольный жасмин, как вот говорят, индольный жасмин неприятный. У меня есть индольный жасмин, индийский аромат, чистый жасмин аромата, чистого жасмина. Он такой яркий и для меня вкусный. Вот он мне нравится. А он здесь не такой. Он здесь, конечно, по-европейски. Позитивный, весенний, без лишних зеленых нот на данный момент. С легкой сладостью, что хорошо, что он не просто шершавый зеленый аромат с жасминовый. Возможно, здесь какая-то роза присутствует, которая дает сладость. Ну, навряд ли это не фрукт. Но аромат приятный. Ну, пока у меня на коже как-то особо, ну, чуть-чуть играет. Влази тут нотка сладости вырезала, что мне нравится. Цитрусы есть, которые дают свежесть. Нет, аромат мне нравится. Хороший аромат. Для большинства женщин понравится. И девушкам тоже. Тем более в данный момент. Весна, лето. Радостный, солнечный, позитивный. Что еще надо? Поливайтесь, обливайтесь. Не жалею, что я выбрала этот подарок. И соглашусь с девчонками, которые за этот аромат. Ну, это парфу-маньяки. Я, как бы, любя называю. И парф-коллекционеры, у которых много ароматов. Люксовых, нишевых. Естественно, для них он будет казаться более простым. Потому что нос уже просто немного извращен. Избытком ароматов. Избытком ароматов. Сейчас вот полезло прям что-то такое ярое, травное. То ли ланг, то ли бергамут. Не совсем пойму. У меня прям жасмин очень сильно слышит. Он мне прям слишком сглушит эту зелень. Хотя она прям вот борьба идет. Такое ощущение, как будто цветка с этой зеленью. Или мой человек такой, цитрусы подписываются. В общем, вот такие у меня, на первый взгляд, ощущения. Буду пользоваться. Знаете, себе оставлю. Наверное, подарок никому не оставлю. С такими ароматами хорошо нос отдыхает от зимних ароматов. Ванильных, кофейных, почульных, попослепательных. Нос этот отдохнет. И вы почувствуете себя женственной, желанной, цветущей. И мужчинам такой аромат тоже зайдет. Это я уже сужу по своему мужу. Так что обратите внимание. Кто не взял подарок, берите пока есть. Я не жалею. Нет, мне нравится аромат. Я не жалею. Пусть он для многих простой. Но он не оригинальный. Но он достойный внимания. Нашего с вами женского. Вот такой каталог к ней пришел. Посмотрю. Прямо что-то сразу хочется еще что-нибудь купить. Вот как в Иврашеве. Вот посылку закажешь. Потом начинается течет до посылок. Пока не угомонишься. Сыворотку хочется использовать. Я сыворотки заказывала. Но у меня они к маме уходили. Сама я, по-моему, еще ни разу и в Иврашевской сывороткой не пользовалась. Не знаю, какая она. Хвалят, что хорошие сыворотки все. И в этом бланке какие подарочки нам обещают. Очень даже хорошие. А, кстати, по-моему, по нему я и заказала. Вот этот бланк и есть. По которому я сделала этот заказ. И получила вот как раз-таки один из подарков. А, нет, а просто Монруш. А у меня другой. Вот, новиночка. Так что посмотрим, поглядим. Возможно, попозже сделаю заказ. Ну, все. На этом, наверное, все. До свидания. Всем пока. Спасибо за просмотр. Надеюсь, мое видео для вас оказалось чем-то полезным. Пишите отзывы, комментарии. С удовольствием прочитаю. Я на Яндекс.Дзен нахожусь. Ссылки проходите внизу. Есть. То все грозятся YouTube вырубить. Чувствую, что так оно и будет. Потихоньку, потихоньку. Качество контента ухудшается на YouTube. Вернее, не контент, а самой YouTube платформы. Все нам там урезают. Картинки пропали. Аватарки пропали. Это достаточно дискомфортно пользоваться. Можно, конечно, через VPN я включаю. Все появляется. Все видно прекрасно. Поэтому можно подключить VPN. И не нужно для этого скачивать никакие программы. Я подключаю тот VPN, который есть в самом телефоне. Он уже встроен у вас у всех. Поэтому я ссылку постараюсь оставить, как его подключить. В сообществе, кстати, можете найти. Вкладка есть. Там я ссылку оставляю, как подключить к VPN. Вы ничего не скачивайте, не бойтесь ничем заразить свой телефон. Потому что у вас он встроен. То есть проблем никаких нет. Вы включаете и выключаете его по необходимости. Ну все. Всем пока. Всем до свидания. До новых встреч. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok